Иногда говорят, вот я смотрю про войну, в начале когда говорит, ну я говорю, вы уверены, что вы правы, а Христос говорит, а я говорю, а я. В ветхе было сказано так, а я, то есть говорит вот так. Ну а если он, ну давайте конкретно. Седьмая глава книга Иисуса Новина. Когда началась борьба, война, было сказано ничего не брать, все предать огню. А на завтра, когда пошли, воевать день прошел, Израиль не терял ни одного солдата, и вдруг 32 человека мертвые. Это была тревога. А они убили 30 тысяч, это нормально, это Бог поверил. Но у них никто не умирал. Моисей сразу начал пересчет, почему сделалось это? Кто-то согрешил, кто, он не знает. Проходите по коленам, ну один из двенадцати колено высветилось. Ну кто это сделал-то, что-то-то взял-то? Он молчит, затаился. Теперь идите по племенам, но племена уже тысячи только человек. Идите по семействам, совсем мало, идите по одному. И выбор пал на него. А хан, сын такого-то такой, сын Зары, сын мой, прославь Бога. Бог открыл. Что ты сделал? И он говорит, вы знаете что, седьмая глава, я увидел одежду, она мне понравилась, я взял из слитки там золота, серебра. А где? На двом возле столба в шатре. Побежали юноши, достали, принесли. Видите, как медленно это все разворачивается. Потому что он солгал, он затаился, и всех проверяли. И вот теперь вынесен приговор ему, семье, имению, шатрам все должно быть побито. Это Ветхий Завет. Ну, а в Новом же там у нас же любовь, в Новом любовь. Ну, подождите, не торопитесь, любовь. Бог берет теперь функцию на себя в Новом Завете. Нам не надо камнями побивать, нам не надо вырезать. А как? Очень просто. Пятая глава Деяния апостолов. Ну, верите, что это Новый Завет? Ну, конечно. И заметьте, Ананя с Сапфирой солгали, и притом они не воровали. Они свое собственное положили, но не все, не сказали. Они могли вообще не ложить. И только он сказал, Ананя пал бездыханной. Вы согласились Духу Святому солгать? Входит с женой, через три часа никто ей не сказал. Златоуст удивляется тоже этому. Вот, говорит, мужа выносит и тебя за столько ли? А в Ветхом Завете? В Ветхом Завете так же самое было расследование. Найдено, представлено. Даша, а мы не знаем, сколько они не отдали. Но Дух Святой берет это на себя. Как это не понять-то? В Ветхом Завете было так? Не было. Не было. А вот в Ветхом Завете как? Прелюбодея побить камнями. Ну, правильно, это закон Моисеев был. А я говорю вам, а что в Новом Завете теперь? Мусульмане убивают. Гранату ей под хиджа подскочила, ее рвануло, ее нету. А в Новом Завете как? И апостол Павел в первом послании к Коринфянам 5 главе говорит, а я говорю вам, убивать не надо. А как? Духовная сторона. И я решил предать его сатане во измождение плоти. То есть там Дух Святой убил, не Петр убил, Дух Святой – это другой уровень наказания. Хотя то и другое – грех. И здесь точно так же. Как этого не видеть, так когда я примеры прямо привожу и показываю, вот в Ветхом Завете, вот в Новом. Ну, разница-то есть какая-то или нет? Теперь, вам надо воевать, воюйте, но почему вы прячете Иерона, Иерона, святой, я жития святы беру, он равной степени святой на небе, но только святой за то, что не пошел в армию воевать. А почему не говорить об Андрею Стратилате, 2896 воинов склонили колени и порубили им голову, и они прославляются за то, что доверили Богу полностью. Мы верим в вечную жизнь, и сохранение этой жизни никакой роли не играет, особенно Тихон Задонский об этом детально высвечивает. Ну, любил ты, любил, а все отнимется. Пойди там на кладбище, раскопают, когда кости, кто это лежал, одежда сотлела, богатый, бедный, царь, нищий, раб, заключенные, разницы нету. Главное, самое главное, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится. Как будто этого никакого нет. Вот рассуждают, надо обязательно справителем быть. Я посмотрел это, патриарх Кирилл, он развратил Путина. До этого, где они были в храме, вот патриарх всегда вот так вот, вот так вот это мотнет, и вот сюда вот куда-то, вот сюда, под мышку, руку сует. А Путин абсолютно точно, вот так вот, а сейчас, гляжусь, 7 раз мощам там поклонился и ни разу правильно не перекрестился, вот так же, давай сует куда-то, я его всегда пример ставил-то перед епископом, а сейчас я его не буду ставить. А что вы можете сказать, сейчас вот православные в основном справляют праздник этого самого, как его называют-то, ну, блины едят, как масленица. Масленица, широкая масленица, говорит, до 1 марта ее назначили, самая строгая неделя идет первый пост. Что сказать-то, я спрашиваю священников, а чем вызвана эта масленица? Ну, это знаешь, так постепенно, чтобы вроде съехать, себя от мяса оторвать, и тогда легче поститься начинает, ну, не сразу там, хватило, ничего не есть, и все, на масленицу наоборот, к тещи, на блины, да блины-то там по пальцам масло сливочное течет. Ну, а еще кто он назначил впервые-то? Не знаю. Я говорю, Ираклий Пятый воевал с царем персидским Хазроем, и ни худо ни бедно воевал-то где-то 7 лет. Ну, скажи, царь Ираклий, какое я к нему имею отношение? Ни той империи нету ничего. И он дал обет, что если я Хазроем все-таки сумею под ножку поставить-то, тогда я неделю не буду есть с мясом. Вот обет. Ну, сказал бы, в рот не возьму вина и мясо, как Павел говорит. Ну, и правда, победа была. И так понравилось, это вели. Нужно сказать, что это выдумано, и событий никакого не было, не для меня. И ни для вас ее не было. Их никого нету, и ни империи нету, и той персидской. Никого вообще нету. А вот так привыкли, чтобы все шло, и на Масленицу уже нельзя венчать. Почему? Ну, все равно же будут они жить вместе. Ну, повенчайте, чтобы блуда-то хоть официально не было-то. Нет, нельзя. Нет строгости. И поэтому надежды на спасение никакой не надо зря обманывать себя. Почему? Написано, многие бегут на ресталище. Ресталище, это были Олимпийские игры. Говорят, посмотри, как они бегут. Я про одного считал только. Он бежал, негр. И последний, говорит, там сколько там, метров пять еще ноги шагали. Уже мертвый был. Сердце остановилось. Вот как они рвутся к этой победе. А награду получают? Ну, награду. Сейчас вторая, третья там местного. Тогда была одна. Это означает в духовном подвиге. И что ты не делай? Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Тело. Я спрашиваю баптистов, как вы порабощаете? А зачем? Это храм Божий. Но Павел-то знал, что храм Божий. Он же это сказал. А дальше он сам и говорит, порабощаю этот храм. Нет. Не буду есть мясо. Брат соблазняется. Я говорю, православные соблазняются, что вы великий, посидите мясо. Ну, ради соблазна. За них Христос умер. Павел говорит, можете не есть. А почему я не должен есть? То есть бесполезно. Мне не надо это говорить. Почему тебе надо говорить? Я узнал у адвентистов седьмого дня. Чай не пьют, какаво и кофе. Я не пил. Не было у меня в уставе. Но побывал у них, как они меня угощали. Я понял, в рот я уже не возьму. А они почему? Какая причина, что они не пьют? Наркотик. Наркотик. Что интересно, в Америке, это я уже недавно просчитал. Ну, люди-то все-таки там статистику ведут. Самые долгожители адвентисты седьмого дня. Правильный образ жизни. Спортзалы и прочее. И при том, не на два, не на три года. Там на целые 10 лет дольше живут. В том же самом штате, на той же самой улице. Вот и все. Это нам полезно. Притом, они не то, что там будут лежать последние 10 лет и под себя ходить. До конца, до смертного часа еще альпийские восхождения делают. Ну, я не знаю. По-моему, здесь жизнь сплошная мука. На 10 лет муку себе продлевать. Не скажи, сколько люди дают за это? Возьми, он пишет про папу римского. Ему было 80, кажется, 5 уже лет. И он еще ходил, говорит, с туристами вместе. А про японцев и говорит, не надо пузияма под ногами. Нет, это он не гниющий. Никак. Я уж сморщок никакой. И то, встретиться, вы что-то совсем не стареете. Я говорю, я состарел, когда борода пришла. Сразу на 30 лет и на этом остановился. А что у вас болит? Я спрашиваю, а что это такое? Что, ничего не болит? Да все болит. Ну, не надо считать это за болезнь-то. Естественно, отмирание и прочее. Я пишу ответ. Вот на днях он. Ой-ой-ой, как вы писание знаете Библию. Ну, это естественно. Ты вопрос задал, у меня лента идут ответы. Я их все выписал. Во многое мудрости, в многое печали. Да. Когда говорил Соломон, о какой он мудрости говорил? Надо разобраться. И поэтому слова Соломона применять абсолютно одинаково к нам никак нельзя. Никак нельзя. Он о чем говорит? Надо же посмотреть, о чем именно. В каком плане он говорит. Другого не знаю. Давай я испытываю себя тем-то и тем-то. И я нашел. Это царь. По тому времени. По тому учению. О небесном ничего и не было сказано. Они даже об этом и не знали. Даже самые лучшие подвижники, даже как Иов, как Моисей, Иеремия, Иоанн Златоуз говорит, они никогда не помышляли о девственности. Никогда. А это только в Новом Завете. Выдающий говорит, да, замуж дочь твоя поступает хорошо, а не выдающий лучше. Не выйдешь, а ты останешься. Золото. А жена-то серебро, но никто ей серебро не выкидывает. Оно дешевле хотя в 14 раз. Ну, а как же заповедь Господня? Плодитесь и размножайтесь. Только и осталось. Саранча мышиная. Когда сказал и кому? Каждый день умирает около 200 тысяч. Из них 75 тысяч, сейчас, наверное, побольше, от голода и недоедания. Задача мирового правительства уничтожить, оставить 1 миллиард. Сегодня об этом речи не идет. Ты посмотри, как они плодятся и что там делается. Ни земля не выдерживает, ни морских продуктов не хватает. Плодитесь и размножайтесь. Кончилось. Апостол Павел не знал про это. Я не знал. Чего же они не заботились об этом? Они заботились людей привезти в Царство Небесное. Итак, будете выходить, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Павел, ну, нас же плодится. Ну, плодитесь. Будете плодиться, но не будете размножаться. Я вчера разговаривал с Александром Андрусенко и окончательно убедился, что воевать нельзя. То есть для меня вчера открылось. В общем, он такой довод привел простейший. Он так отвечает. А за кого, говорит, я пойду воевать? Кругом разврат один. Кругом один блуд и разврат. За кого воевать? И все. И меня как пронзило насквозь. И я понял, что за кого действительно воевать, когда уже мелкие самые дети, они пропитаны насквозь грехом. Самая пьющая нация. Не то, что-то меньше стали пить. Это обман. 11 литров чистого спирта на каждую душу, считая младенцев. С перекладом. А 3 литра – это предельная норма, чтобы человек не вымирал. Вот и все. Да любой вопрос, какой не поднимет. За кого я должен идти и кого защищать, когда сам человек себя уничтожает. Ничего нет. Мир меняет свое лицо. Будут другие люди. Но это пройдет. Да. Вот сейчас мне сегодня скинули материал. Собрались там 45 раввинов. Особый документ выпустили. Официально объявили о пришествии Мессии. Он говорит, что это, афера новая или что? Ну, не знаю, афера не афера. Мне это знать не надо. А как узнать? А может, он пришел. А может, очень просто. Ты ходишь. Ты-то не принял, конечно. Нет, не принял. А покупал в магазине? Покупал. Ну и все. Ты и доказал, что его нету. Причать-то, говорит, на всех. А на тебе нету. А ты все равно пошел купил. Говорят, что есть такое предположение, что он клонирован будет. Ничего этого не будет. Прямо выдумывает. Прямо на днях что-то такое написали. Я говорю, во-первых, этого нигде ничего нету. Вот будут такие киборги. Один тут зашел у меня. Последний почти ролик тут был. И они будут думать. И уже сегодня он привез там из Швеции. И он там выполняет. Я говорю, он точно по программе. Ты по-другому-то ему скажи. Скажи, подними руку и пощеши в затылок. Он никогда этого не сделает. Он ему не зарядил этого. Ничего нет. Почему? Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Все. Да как бы если знает. Нету такого. Машины не было и никогда не будет. Клонирование. Сейчас же научились клонировать людей. Нет, это обман. Ничего нету. Не клонирует ничего. А как? Афера, говорит. Афера. Ничего этого нету. Это говорят, а люди думают в самом деле. Ну как, вот смотришь этот фильм «Собачье сердце». Вот сейчас будут делать, там этих шариков их наделают. Зачем делать, когда баба в любое время может родить. Такой ажиотаж. Ничего этого не будет. Даже эта суррогатная мать, зачатая, выносит. И то церковь так уж разрешили крестить кое-как ребенка. Еще неизвестно, что с них будет. Я читал как-то, в Америке было, они операции лучше всего заживают у младенца, который из утробы матери, он прям зарастает. Решили, аппендикс, этот отросток, он ни для чего не нужен. Ни для чего. Туда бывает попадает что-то, загнивает, и дальше аппендицит. Надо у ребенка. Из больницы выходит, уже операцию сделали, его выбросили. Отрезали. У него быстро заживает, он даже не знает плакать. И дальше растет, и нормально, ничего нет. Здорово придумали, здорово. И вдруг пишут. Апробация-то прошла, говорит. Недельный срок. А оказалось, 16 лет только срабатывает. С этими детьми делается, а как бешеные делаются в 16 лет. И объяснений никакого нет. И когда стали смотреть, именно те дети, у которых вырезали аппендикс. Вот и все. То есть он на месте был, и в свое время, когда если заболеет, и у кого-то, только там можно резать. Эта мудрость человеческая дорого обходится. Сейчас уже подтверждают, что чудеса, которые вот эти будет антихрист показывать, они, ну, голография будет. Да. Уже говорят вот об этих установках, которые производят вот эту голографию. Продолжение следует... В 80-м году, в 80-м, это сколько будет, 20-35 лет назад, я этот материал выпустил, меня судили за него. Я работал над ним около 14 лет, это протоколы сионских мудрецов пришествия Антихриста. Мой материал, который у меня изъяли, арестовали. Я там говорил, что явление его должно быть по всей вероятности голография. Смеялись, как, что, а сейчас вплотную подошли, оно прямо в воздухе, рядом с тобой может человек ходить, а на самом деле ничего нет. Я 35 лет назад об этом говорил. Ну, говорят, а вот, ну, разное там, высокочастотное там генератор устанавливает, на человека влияет, там, это мне в университете, когда я вел занятия, говорили. И влияет, да, влияет, я чувствую, с головой неладно. Я говорю, а где генератор стоит? Я хочу там побыть, проверить. Ничего нигде нет. Сами. А теперь разные барабашки, когда дверь открываете, они в это время проскакивают, а потом в комнате стучат. Я говорю, почему у меня они не проскакивают-то? Потому что, выходя, я утром совершаю правильно крестное знамение и отвечаю. Отрекаюсь от сатаны и всех дел, и во всех ангелов, и во всей гордыне его. И впереди крестное знамение. И все ваши высокие частоты сдохли. Здесь больше? А вы реально проверяли на людях, что неправославный не может крестное знамение на себя нанести? Перекрестить это может. Ефрем Силин говорит, когда будет поставлена печать, человек уже с верой не совершить. С верою. Он может где-то и совершит, а без веры она ничего нет. Я другим языком выражусь, говорит, никакой энергетический запас тут не тратится, ничего нет. Я-то если крещу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, чтобы на левой стороне не оказаться. Помилуй, помилуй, на суде не быть. А ты Сын Божий, на справой. Тут все смысл имеет, у него ничего этого нет, и он ничего не вкладывает. Но у меня рука вот не работает, я крещусь умственно так, в уме крещусь. Вот я представляю, вот из такой силы я переношу от лба к животу, переношу и от плеча к плечу. И оно работает тоже. Да? Я вот вам одно место хочу сейчас прочитать. Ну, это книга такая, мало кто ее читает. Книга Неемия. Вот. Вторая глава с первого стиха. В месяце Несаане, это, например, Амарт, 20-й год царя Артаксерца, то есть 20 лет, как царь Артаксерц был на престоле, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю. То есть это очень высокая должность была, ибо тут отравления происходили. Это очень-очень доверенный был. И казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце? Я сильно испугался. Понимаете, эту картину надо видеть просто, как он стоит, как вокруг вельможи. И царь заметил. У тебя что-то глаза бегают, Сталин сказал. Все, человек исчезал. Все, больше его не будет. Я сильно испугался. И сказал царю, да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворот его сожжены огнем. И сказал мне царь, что же ты желаешь? Четвертый стих. И в этом стихе дальше написано. Я помолился Богу небесному, и сказал царю. Вот запомни это место, брат. 24 Нееме. Где ему там было молиться? Рукой? Движения какие-то делать? Нет, конечно, он помолился мысленно. То, что дома он молился многократно, и у него там молитва. Помолился Богу небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если благоволение раб твой перед лицом твоим, то есть мой вид тебя не смутил, что я не заговорщик, не отравляю тебя, то пошли меня в Иудею в город, где гробы отцов мои, чтобы я обстроил его. Вот так. Я считал только ради этого. Ради того, чтобы понять, как молиться надо. Я помолился. Я вот сейчас вот в таком нахожусь, замешательстве. Ну, я все со своей болезнью, я не знаю, как с ней бороться, то есть никакие врачиники и лекарства мне не помогают. Я хочу взять пост и молиться, в общем, об исцелении. И не помневаюсь молиться мне, просить Бога, не просить, а вот об исцелении. Это не запрещается. Всегда молились. И вокруг Христа толпы были, которые приходили. Но только когда мы молимся, в конце все-таки надо добавить. Да будет воля Твоя, а не моя. Господи. Я хочу уйти отсюда поскорее. И что же я о здравии, как мне молиться. А с другой стороны, я даже не знаю, в таком состоянии нахожусь. Ты просто молись, Господи. Твоя воля надо мной да будет. Мне так охота быть здоровым. Но Ты знаешь, где я буду. И если нет Твоей воли, чтобы я восстал, дай мне силы все перенести. А относительно поста полного, когда не пьют и не ест человек, это здорово. У меня одна приходила на занятия, учительница, у нее рак был. И она голодом, наголоданием называется. Но она же почернела вся. Сильно пастилась, дней по 15. И она выздоровела. Потому что организм начинает рассасывать вот это все ненужное. Потому что ему надо чем-то жить. Сердце-то бьется. Откуда брать-то? Бывает, мышцы усыхают. То есть она сосет и сосет оттуда. Притом вот это все надо делать по благословению священника. Лишний раз не лезьте к священникам на проповедь. Один говорит, ну хорошо, самарянин шел. Ну еще он побежал бы к священнику, он сам священник-то. Просить делать, брать самарянину там, не брать его на осла вести в гостиницу. Доброе дело, не надо благословения. А вот это по крепости сил, чтобы была поддержка. Мы знаем, надо молиться. У нас установлен пост. Но ты решил взять побольше. Побольше. Тем более в таком положении. Лучше посоветоваться. Кто у тебя духовник и как он посоветует. А он мне разрешит однозначно. Он знает, что я и так ничего не ем. А тем более он, матушка, ему нажалуется. Он разрешит мне. Он мне пришел, когда меня исповедовал в тюрьме, настоятель. Но я ему сказал, как пощусь он. Он мне запретил. И, видимо, прав был он. Тут сильный туберкулез. Что вы делаете? Сегодня же поешьте. Ну я и поел. Вопрос вот такой. Я вчера ей говорю, ну маме говорю, я говорю, давай попастимся как следует. Она говорит, а куда тебе паститься? Ты говорит, ты так постишься. Я говорю, ну по минимуму, сократим на самый минимум вообще. Ну смотри, ну я тебе сказал как. Там себе избрал, скажи, вот я решил, я тебе говорю, если ты не знаешь. Первая неделя поста по уставу. Устав – это большой устав. Самый распространенный в русском народе. По нему жили семь столетий до Никона. Большой устав – это самый древний. Притом это не для монахов, для всех. Первая – понедельник и вторник. Не пить и не есть. В среду один раз сухоедение. То есть не вареное. В четверг не есть. В пятницу, кажется, один раз. А в субботу с маслом и воскресенье все. Это первая неделя и последняя. Ну а дальше как можешь. Я не могу этого. Я не могу. Если я не пью, у меня везде по телу сокращение мышц такое. От подошвы до суставов до всех. И небо, я не могу сказать. Оно у меня как ножами режет. Не обязательно надо смачивать. Почему? У меня организм испорченный в морозилке, когда я был. Ну, у меня бронхи все полетели. А у меня тряпки-брохин-то какие? Там тряпки гнилые. А я живые разговариваю. И Бог так сделал. И поэтому пост, а я все равно попью воды. Я поначалу, ну, первые годы там я тоже, там я и в монахе, куда я только не собирался. А он меня все отдергивал, этот батюшка. И все время оказывался прав. Он уже, как бы, духовник у меня уже 10 лет. Вот, и вот он меня, я все время там рвался там на подвиг. А он меня все время отдергивает назад. И говорит, тормози, тормози. И вот я потом... Может, порцию уменьшить, может, порцию уменьшить. Но батюшке надо прислушаться, духовник. Он врач. И врач, знаете, я тебе говорю. При всей моей ревности, желании, настоятель пришел, он мне сказал. И я не стал спрашивать. В обед я уже взял, поел. Я в больнице был, когда пост был. А они принесли молостно. А как ты будешь? Да пять дней осталось до Рождества, я и так проживу. А они там забегали, после операции лежал. И все. Ты сам себя настроен. Это поэтому она и пища у меня... Как будто ее никакой не было. Говорят, эта неделя без мяса. А у нас мяса вообще никогда не бывает. Нужды никакой нет. Мы живем интересно, весело. Ну, видите, вам проще. Вы люди самостоятельные, с руками, с ногами. А у меня, как бы я есть не буду. Она спать не будет по ночам, будет переживать день и ночь. Я же спрятаться не могу. Ну, смотри, тут еще о чем я могу сказать. Ты в таком положении находишься. Ты можешь уменьшить порцию. Просто уменьшить ее. Больше есть не хочу. Не будет же она тебе ручки, ложки раздевать. Будешь через каждые полчаса подходить, поешь и поешь, поешь и поешь. Не могу. Мало всего не могу. Подходит, а я не могу. Я лежал, ко мне подходили точно так же. Я не могу. У меня была тяжелая-тяжелая операция. Очень тяжелая. И на позвоночнике у меня операция была. И маленькое я знаю, конечно, не твое. Но меня все равно резали, а позвоночник. Я лежал и не шевелился, не повернулся, ничего не мог. А ты-то вообще тут договорить не надо. Как Бог устроит нашу жизнь? Где мы будем? Но надо стараться. Стараться надо. Стремиться надо. И это... Вот я был у Самиры. Это мусульманки-то. А она всегда мне пишет. Отец Игнатий, а вы сколько поклонов Богу даете? Ты понимаешь? Не то, что она по-русски не понимает. А она понимает, я не просто поклоны делаю, а для Бога. Иисус говорит, мы знаем, к чему кланяемся. Иисус говорит, крестное знамение с правильным поклоном очень большую силу имеет. Очень. Это централизует. Все тело у тебя напряженное. Исследовали человека в земном поклоне, когда руки, голова и колени земли касаются, ну и до конца лбом до земли. Все до одного сустава, позвоночника, в плечах, сустава, все до одного шевелятся и гнутся. Вот удивительно. Я вот в молитве... Ну, я всегда на молитве ловлюсь и на мысли, что вот мои слова, они слишком скудные, когда я вот начинаю словами молиться. Вот, и я всегда мне лучше, когда я молюсь, к примеру, умом молюсь. То есть, ну, Господь знает, чего нам нужно или что будет с нами. Вот как бы словесная молитва, вот у меня как-то она не получается. Пришел один брат к другому, говорит, ну как, болеешь, болею, трудно так. Молиться, говорит, сбиваться начало. Ну, считай, отче наш, там, может, отче наш могу. Еще через неделю пришел, и как, говорит, я отче наш стал запинать, я, говорит, я прямо не могу. Ну, считай Иисусову молитву. Наконец приходит, Иисусову молитву, Господи Иисусе и забыл, что говорит. Тогда говори, Господи помилуй. Пришел к Господи помилуй, не могу, и говорит, ну, пора, собирайся. То есть, надо понимать, по капельке выжимать этого раба из себя. Нет, я имею в виду такую молитву, молитву написанную, допустим, традиционную молитву, я читаю нормально все, но когда уже своими словами, вот у меня вот это вот не получается. Когда я душой молюсь, у меня просто все. А когда словесно, речь какую-то подготовить Бога, вот это у меня тут как бы, ну, как бы я запинаюсь, и я себя все время намыслил, облюдаю, Господь знает и так, мои мысли, что мне там выжимать-то из себя. Да, не выжимай. Я хотел сказать, есть два Бога, рассказ у Максима Горького. Может, читали, Алешка-то был памятливый-то, и он запомнил, как бабушка молилась, и как дед молился. Бабушка молилась, там она, Господи, Боженька, вот, а как ты все это сделал? Да вот тут у меня муж-то он как, он какой-то, он так-то хороший, но вот сейчас вот все из-за денег он заботится. Ты уж помилуй его, приласкай его, поцелуй его, он смягчится, и ко мне лучше будет. Дед, послушайте, еретичка. Но дед начал молиться. Как он, говорит, приводит себя, как считает. Горько, говорит, я потом только узнал, когда уже познакомился с евреями, в их синагоге был, дед молился, как старый иудей. Но я, говорит, его подлавлял. Иногда он считает на память молитву, там, помилуй меня, Боже, побелиться милости Твоей, помножиться. Кончится, когда я говорю, деда, а ты вот там-то слово пропустил. Дед всегда делал испуганные глаза, надвигался на меня и спрашивал, где? Я, говорит, знал, что он в этот день обязательно меня выпарит. Вы же когда один, к примеру, вот вы молитесь вместе, когда молитесь, кто-то из вас говорит речь к Богу. Но вы когда один, допустим, вы же так не молитесь. Не молюсь, я делаю поклоны, и я мысленно молюсь. Вот я молюсь сейчас о больных. На первом месте Сергей Козлов. Сегодня уже подключил это, Господи, ты все знаешь, как тоскливо-то, когда я этих людей не вижу. Я уже сегодня десятки раз заглянул, и сегодня огонька нету. Я опять на молитву. Хорошо ли ему там? Это все про себя, ни одного слова не говорю. Но дальше начинаешь о всех. Каждый день молюсь о патриархе. Господи, да ему и епископам, и священникам родиться свыше. Они же не знают это, живут как мирские люди. Меня иногда спрашивают, сегодня задали вопрос, какой-то зашел один, такая черная фамилия у него. А как вы относитесь к Божьей воле, такие там, НТО, главный руководитель. Ну, что я ему скажу? Я ему говорю, я молюсь за них каждый день. Он же, ну, если уже будут требовать дальше, а о чем молитесь? Ну, думаю, не будут. Я молюсь каждый день, поминая его Дмитрия. Никакой НТО, Царионов. А у меня три Дмитрия. Один, который из Калининграда помогал, Смирнов, и этот Дмитрий, Царионов. Я каждый день их помню. Я с утра всех обязательно каждый день поминаю. Ну, а дальше самое главное у меня молитва на четыре вопроса, которые постоянно. Пошли добрых людей, жителей, боящихся тебя, имеющих в уме тебя, заповеди ты исполняющих, вселение наше, а которые худо желают сделать, не подчиняются, прегради им путь. Я Богу говорю эти слова про себя. Второе. Расшири пределы нашего благовестия и общин. Побуди ко всему. Третье. Дай нам, Господи, место для занятий. Все вопросы духовные. Я не прошу богатства. А далее, да будет во всем воля твоя святая. И о больных, и о путешествующих, и всех, 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 всех. Отдельная графа начинает, которая люди близко незнакомые или совсем незнакомые. Бывшего правителя Горбачева, Михаила, поминаю. Дальше. По порядку. Александра Невзорова, Германа Стерлигова, которые есть. Вот сейчас появился Андрей Звягинцев. Я о нем молюсь. У него веры-то никакой, говорит, нет. Я молюсь. Господи, дай ему веру. А он может не обратиться. Мне заповедано молиться. Господи, просвети их глаза. Инатич, я вот прислушался к вам и перестал за мертвых молиться, а вот совесть меня гложет все равно. Я раньше много молился за мертвых. У меня много, человек 70. а сейчас вот как-то мне не по себе. Я все равно нет, нет, молюсь за них. Я молюсь каждый день. А почему это я? От меня никак это не зависит. Мы каждый день молимся каждое утро. За живых помолились. Как это? Через меня ты бы не стал молиться. Что... Вы говорите, что не надо за них типа молиться. Нет, я говорю за незнакомых, которые умрили не в Боге. Я молюсь за тех, кто не в Боге умер. Нет, за них никогда не молюсь. Я тогда... Правильно, ты понял меня. Мы молимся как, просяк, Господи, упокой в обителях небесных, усовших, раб твоих, родителей наших, сродников и всех православных, христиан, новопреставленную рабу твою, Марию Александру, вот которая сейчас сестра Иоанна Суворова умерла, и вот у нас тут Мария глухонемая. Мы их всех поминаем. Но у меня есть еще люди, которые не близкие... Мэр погиб, мэр. Я тщательно разведал и там этот... Ректор. Этот Владимир и тот Владимир. И я прошу Бога, Господи, они столько добра для меня сделали. Они были православные, ну, слабенькие. Если можно, облегчись участь. И прости меня, что я, может быть, не по воле твоей молюсь. Я у Бога прошу себе прощения. Я не хочу быть неблагодарным. Через кого я обратился? Михаила Иоанна. А они не православные, пятьдесятники. Я каждый день молюсь за них. А они дали мне Библию. И благослови всех, кто трудился над возрастанием моей души. А неверующих мы не молимся совершенно. Это бесполезно. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Поэтому их же с верой и надеждой, с верой и надеждой на воскресенье жизнь вечную. У меня два брата родные умерли. Вера была совсем слабенькая. Я иногда их поминаю. Самуила и Иосифа. Нет, ну, конечно, однозначно мы не можем сказать о человеке, что у него веры нет. И, конечно, у них была какая-то вера. И крещенные они были, и все. Они крещеные были. Это родные мои братья. Против Бога не воевали. Иногда в храм заходили, там, как они уж молились, но Бога не отрицали, так сказать. И поэтому тут с разными натяжками, поэтому я делаю оговорку. Прости, Господь, если не по воле Твоей. Ну, вот, видите, все равно можно жить. Ну, я-то не, я не говорю неверующими, я их не могу назвать неверующими, но жили они, как большинство православных. Ну, вот, я за таких и молюсь. Вот он, ездили с этим, с конвоем из Барнаула туда, и Русакова там убили, а он, преподаватель, кажется, в кафедре был, и был он у меня как адвокат, защитник на судах на моих. Очень умный, такой здоровый рост. И снайпер его убил прямо в машине, говорит, как передают. А теперь, говорят, был с оружием в руках. Какое оружие, чего там. Ну, мне сразу сообщили. Я знаю, что он был православный. православный. Пил, курил, разводился. Настоящий православный. Ничего не отрицал. И он желал добра Родине. То есть, по их понятиям. Я о нем помолился. Он мне много добра сделал. Он очень нас любил. Вот я молюсь и все люди, которые, они говорят, эти люди через вас хотели царство получить. Они нагрешили много. Я говорю, а разве это плохо? Это они к вам только так относятся. У вас все хорошие. Ну, хорошие, я тебе говорю, что хорошие. Вот, а по смерти человека можно вот определить, какой смертью умирает человек? Вот, у меня есть и друзья такие были, которые погибали такими, знаете, страшными смертями. Кто под поезд попадал, один под маршрутку и попал у него, по голове переехало это маршрутное такси. Вот, то есть, смерти такие вот. Вы можете вот как-то относительно смерти предположить человеку? Понимаете, тут несколько вариантов. Одни умирают в покое, безболезненную, тихую, мирную, Господь дает. И он умер, Лазарь, друг наш, болел, уснул и умер. Он не болел. Другие умирают в мучениях. Их казнят, терзают, как Екатерину великомущенницу. От нее это не зависело. Покусились на его жизнь там где-то. А бывает так, что человек начинает мучиться уже на земле и переходит в жизнь в муку вечную. Как Ахитофел, самоубийца, Саул, Иуда. Они уже здесь мучились. И в ад пошли. То есть, вариантов несколько. В какое именно мы здесь попадаем. Иногда бывает так. Я рассказик читал такой. Монахи там что-то плетут, разные корзинки, продают. И один, когда продавал, вернулся, ему говорят, ты не слышал, горе-то какое. Наш настоятель, говорит, был в лесу один там. И на него напали там шакалы, что ли, говорит. И они его растерзали прямо совсем. Он такой добрый был. Он когда вспомнил, сколько от него они слышали, какие наставления. Господи, ну почему это так? Пошел когда в город, а город в трауре. Он говорит, а что у вас тут? Говорит, да прокурор тут умер, главный прокурор края. Палач был, бандит. Ой-ой-ой, оправдывал за подарки. А ему тут оркестр играет, венки несут. И он думает, вот нашему бы настоятелю вот такие-то похороны-то. А того, чтобы шакалы съели. И когда он вернулся, и молился, и Бог ему открыл. Я просто рассказываю рассказ. Ибо Господь показал, у этого вашего игумена был один там проступок. И я ему, Господь, говорит, дал испытать это, очиститься, чтобы там в вечности было только одно его добро. А у этого прокурора, было, однажды он, одна вдова надоела, ему он говорит, защищу ее, чтобы не надоедала. И вот это ему такие похороны я и даю. Чтобы там в вечности уже у него ничего не было, кроме мучения. Это вот тайная сторона. Так что решать никак нельзя. Вот кажется, вот как так? Сегодня я смотрел ролик один, приехал, их шесть сыновей, ну, этот средний такой, ему лет восемнадцать, он приехал более к старшему брату. А он у него в деревне, что ли, у него там где-то, вот и так не понял, сынишек, еще один был, братишка их меньше-то. И он выскочил, не привязан, ничего. А он давай спятить и не видел. Когда проехал, тогда только увидел. Ну, схватил его в больницу, а уже ничего, он дорогой помер. И он стоит, и у него интервью берут, он не может слова сказать. Брата задавил. Приехал к брату и вот такая беда. У нас такое было, у близких знакомых. Он ничего не думал, никак на тормозах стояла машина. Ну, а тот в яме работал, он к нему поближе решил подъехать, это грузить-то. Заводить стал, она сразу рванула, не на тормозе-то, и сразу упала в яму, то и задавила сына. Вот такое, горе-то какое. Ну, Господь знает, что может быть этот человек вырос бы преступником, а может быть он не устоял бы, совратился, а сейчас еще молодой, ребенок еще несовершеннолетний. Причин много. Утешаем родителей, говорим, встречаемся. Если бы кто-то убил, говорит, я бы лучше переносил, а то я сам. Это каково мне? Знаем, но ты тоже себя исследуешь. За что тебе? Вот так. Это когда сам это сделал, то тут уже непросто. Тут надо исследовать. Вот сказано, что некрещеные не увидят Царь Божию, ну как же, а как же умирают младенцами, вот дети и... Ну, это не надо применять к ним. Святые отцы об этом, как Григорий считал богослово, что иные не понимают ничего, а он некрещеный не попадет. Нет, не так. Иные, говорит, не обрезанные. Их не обрезание, не стало ли обрезанием, Павел говорит, а это на крещение можем переменить. Совесть их то судила, то оправдывала. Да, ребенок маленький совсем ничего не знал. Это все в руке Божией. Конечно, он не будет мучиться, и говорят, он не будет видеть света, я в это не верю. Я не верю, это никак, это немыслимо, потому что какая вы, он еще не осознал своей жизни, и он умер. Да, церковь отпевает их, и больше ничего нельзя сказать. А остальное так, по букве. Надо же и по разуму смотреть, если ничего про это не сказано. Вот так же говорят и об абортивных младенцах. Они говорят, что в ад идут они. Это не знаем. Я, правда, с одной разговаривал, она сильно скорбела, говорит, я сделала там 6 абортов, и теперь, говорит, я все время, говорит, когда усну, я вижу в песочнице дети играют, и рядом мои, мои грязные-грязные там эти, копаются все, и плащут. Я говорю, ну ты укаялась, говорила, ну успокойся, благодари Бога. Другая здоровая такая баба, и все время плащет. Я говорю, что ты плащешь? Да я-то была, а кто? Я же в воровской группе была. Я у них главный кассир была. И когда они между собой-то там главари дерутся, что я убегала на кладбище и проводила там всю ночь с деньгами. Искали. Ну сегодня Пасха Христова. Ей говорит служитель, успокойся, Марья, поблагодари Бога. Он тебя нашел. Да кто я такая? Вот видишь, как глубоко. Вот такой был у монаха Фродисий. Здоровый, крепкий. Что-то и шаг там, этот лошак у него за рта, сейчас он ему оплюху дал и убил. И 30 лет не заходил под кровлю, так на хворости спал и рыдал так, говорит, что братьям мешал спать. Я считаю это лишнее. А Макарий Александрийский, комара убил, так себя считал человеку убийцей. Так что, комара, это человек. Ну тут щудили дальше. Ну, я корову убил, а вот 12 лет уже мясо не ем. Нет, конечно. Убил и убил. Это твой ущерб. Ничего в этом нету. Если ты по злобе сделал, там по гневу... Не, ну по злобе съели ее. Съели. Вот. Ну, надо смотреть разумно на все. Ну, не 30 лет же он за этого лошака своего. Это в житиях святых написано. Кажется, в житии святого Пахомия. Это лишнее на себя люди берут. Любят. Я 12 лет мясо не ем. Для меня это кажется сейчас невозможно, чтобы я мясо съел. Я каждый раз, как и вы, спрашиваю, там мяса нету, мяса нету. Для меня это нереально есть мясо. У Антона Павловича Чехова, говорит, брат родной был второй. Это Павел Павлович. И он, говорит, кто мясо ест, всегда называл трупоеды. Антон Павлович написал это. Ну, а по смыслу-то соответственно. Сейчас он вообще в магазинах показывает уже тухлые, зеленые, они его там как-то реставрируют, восстанавливают и продают. Нет, у нас нету его, и все. Нужно научиться разумно в любом месте пользоваться. Даже молиться. Когда, в какое время. Немного. И так постепенно поднимай себя. Вот о чем молишься? Когда спрашивают, ну, о чем вот вы молитесь вот каждый раз? Ну, в первую очередь, нужны людей. Тебе кто-то звонит? Нет. Ну, а почему? Ну, кто-то просит помолиться там. Не просто так помолиться. Вот сейчас Виктор Андреевич опять скоро поедет 10 марта, и он, давайте, я заеду к Сергею, думать надо, что-то надо купить, что ему отвезти. Вчера он конкурс объявил тут. Собирается ехать. И, знаете, еще вот люди, я вот часто сталкиваюсь с людьми, люди негодуют на Бога. Вот они, допустим, умирают, младенцы, дети там малые умирают, или же война сейчас на Донбассе, и люди вот к Богу относятся. Да почему Господь вот такое допускает? Если Господь любовь, почему Он это допускает? Вот как-то, ну, почему люди на Бога вот это все нынешне предлагают? Бога не знают. В доме, говорит, Ахава, найден был там один младенец только, угодный Богу, и он умер рано. Об этом мы считаем в Тардацаврой по пятую главу «Премудрости Соломона». И он восхищен, дабы злоба не изменила разум его. А люди, говорит, даже не помыслили, посчитали, что он наказан Богом. Он изъял его из этой жизни раньше времени, и он не нагрешил, он с Богом. Это все описано. Нужно научиться благодарить Бога. Бог дал, Бог взял. Их могло и не быть. Ты поимел удовольствие, понянщился с ними, успокойся. Господь их взял. А вот волна смыла, цунами смыла людей, там около полумиллиона людей, или же война сейчас на Донбассе идет, и вот люди опять же на Бога взваливают вот эти все, как говорится, проблемы. Ну ладно, на Бога. Давайте так и скажем. Это от Бога. И что? Он говорит, горшечник не властен ли, говорит, с глиной сделать, какой горшок, когда его разбить. У него в руках жезл, и он сокрушает сосуды горшечника. Это надо научиться, просто видеть в этом. Мы его творение. Он нас не спрашивал, дал жизнь, и положил предел нашему обитанию, как Писание говорит. И в любой момент он горшок этот разбивает, чтобы потом переплавить этот золотой разбитый сосуд, и сделать хороший в вечности. Равно нужно благодарить за все. От Христа главное, чтобы кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, смерть. Апостол Павел перечисляет начало силы власти, то есть, ни небесное, ни земное, ни преисподнее нас не может отлучить от Бога. Главный вопрос. Смерть – это не разлучение. Смерть, апостол Павел говорит, желаю разрешиться от тела сбросить его и быть со Христом, что несравненно лучше. И вот сколько считаешь «Житье святого Уара», когда у Клеопатры там умер сын, она сильно скорбела, плакала, а их молодых еще там, мальчишки лет пять записывали уже в кадетский корпус. И он заболел, внезапно умер. Она «Я ли тебе добро не делала, Уара как?» И веет во сне, он у него на плече сидит, она стала просить, чтобы он воскресил, а мальчишка-то сцепился и никак, не хочу я туда. Я сколько считал, вот люди, когда обмирали, знакомые, они всегда говорят, до того не хотелось возвращаться в это тело, мертвое, такое больное, смрадное. Они ощутили, жизнь существует, она продолжается, но только в ней это хижины. Хижина – это гнилушка наша. Но Бог дал ее нам. Без нее мы не можем делать то, что делаем. Для вас нужнее, чтобы я остался в этой хижине. – Вот бесконечное приближение к образу Божьему начинается именно вот в нашем теле. – Да. – Без него мы не сможем приблизиться к Богу. – Надо это ощущать и к этому себя всегда побуждать. Что бы ни было, вот какое бы событие ты ни считал, вот сейчас там о Донбассе, я все с этой стороны решаю только, а как это перед Богом? Меня вопросы буквально забрасывают, а как вы судите? Вот ролики разные, там книги. А как вы? Зачем вам мое мнение нужно? Я вообще этим, там Евменей какой-то. Меня не интересует, я так посмотрел, меня это не интересует. Мне это не надо. Бог спросит за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движение ответа потребуют с нас. Какое дадим оправдание, что скажем в защиту свою. Найдется для нас оправдание, оправдание. Найдется ли нам место в раю? Вот вопрос. Один, единственный. Ну, вопросы этих людей, они понятны. Человек всегда ищет умнее себя, мудрее себя и какие-то всегда вопросы есть. И люди видят вас старца и поэтому задают вопросы такие. Ну, ненужные бывают. Вот сегодня накидали мне там и все ролики. Это ролик, смотреть надо. Я посмотрю другой 40 минут. А вот как? Ну, тогда указывают на какая минута. Я посмотрел вот об этом Антихристе. Ну, я посмотрел. Я даже отвечать не знаю, что ли. Меня это не интересует. Когда он придет, будет видно. Но мы каждый день молимся. Когда у меня это какая? Восьмая по счету десятка утром молитвы по Лестовке. По счеткам, когда молимся. Ну, и тут их десять. Десять по десять. Ну, и вот у меня это восьмая получается о мучениках и мученицах. Молите Бога о нас, чтобы никто не принял начертания зверя. Мы каждый день об этом говорим. И каждый день, молясь о мире для Израиля и Украины, мы говорим о великих и страшных бедах, грядущих на Россию. Приготовь эту землю к великим испытаниям за отступничество. Это придет. И оно совсем-совсем рядом. Как молиться об этом, когда примут все, а те, кто не примут, их убьют? Убьют. Вот это и дело, что... Нет же, третьего варианта не дано, чтобы он не принял и жил. Но будет кто-то скроется, останутся люди, которые будут совершать литургию. Третий вариант будет. Но не скроются до времени, их найдут и убьют все равно. Не найдут и не убьют. Это Ефрем Сирин и все говорят. Почему? Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. Господь же сказал, когда приеду, найду ли веру на земле? Найдет. Найдет. Мы знаем, что найдет. Вопрос задан, а почему отвечаем отрицательно не найдет? Именно речь идет о вере его, Христовой, какую он оставил. Найдет. И сие творите в мое воспоминание, доколе он придет. Доколе он придет, до его причастия будет совершаться. Это литургия, значит, будут священники. Но мало где-то в ущельях, там, в подземельях, в горах они будут, не найдут их. Их не найдут. Они до конца, Павел Апасом поговорит, и мы, оставшиеся до пришествия Господня, которые не умрут, восхищены будем. Он прямо об этом говорит, что останутся. Второе послание к Писаникитинам, вторая глава. Останутся. Третий вариант существует, но только в малом количестве. Да, это Писание нам так говорит, и святые отцы об этом говорят. садить будут что-то. Ну да, это и вот есть еще, и тоже у святых отцов последних времен, что Господь будет покрывать как-то, и что их увидеть, глазами не смогут увидеть даже. Но ради избранных дни сократятся. 42 месяца, но дни сократятся. Ради избранных, потому что они на земле, не на небе, ради избранных дни сократятся. То есть, будут стонать, Господи, когда вечер, когда утро, и стонятся, Господь говорит, ладно, я назначал 10 лет, сделаю 3,5. То есть, назначено больше, но будет меньше. И это меньшее число, минимум известен, 3,5 года. Времени, времен, полвремени. Времени и год, времен, множество на число 2, и полвремени, полгода. Ну, вы как говорите, он придет, будет 3 года восстанавливать порядок на земле, а потом 3 года будет царствовать, правильно? 3,5 года будет царствовать, всего 7 лет. То есть, ему нужно будет первые 3,5 года наладить, как говорится, восстановить всю инфраструктуру, все это наладить, и вот эти послевоенные катастрофы, все, как говорится, выстроить по новой, а потом 3,5 года царствовать уже. Видите, иногда дается фрагментарно, по отдельным деталям, а потом вместе общая развертка дается в откровение, апокалипсисе. И точно, даже порядок, по-разному путаются. Когда будет война? Где это, когда Иерусалим окружат? В это время Антихрист уже будет? Против него поднимутся или нет? А что будут с мусульманами, с буддистами? То есть, вопросов много. И как отвечать? Да никак не отвечай, молись и все. И благодари Бога. Придет, узнаем. Не надо. все это никак невозможно скрыть, все это будет открыто всему миру, и люди сделают конкретный выбор свой. Один говорит, ну если три с половиной года, а написано, никто не знает дня и часа, когда Господь придет, а когда он воцарится, отсчитывая три с половиной года, то ему же точно узнать. Я говорю, так никто не будет знать, когда он воцарится-то. Эта дата не будет объявлена. Он есть там, здесь, и мы просто не знаем. Как же не будет объявлена, когда, мы сейчас прослеживаем все, она будет объявлена после того, как выстроится третий храм, его же скрыть нельзя. Он может объявиться спустя месяц, но ни в день, ни сейчас. Никто не подсчитает. Это определенная счетка. То есть, от чего начинать делать отсчет, это цифры никому, число не будет никому известно. Никак. Никто не будет знать. Знать будут только, может быть, один человек, два. Тем более, будут говорить пророки, Илья и Енох, будут обещать по всему миру. Они будут говорить не о кончине, что вот такого-то числа Христос придет. Они тоже не знают. Но явное дело, что где-то рядом. Раз порок Илья есть, значит. А сейчас есть предположение, что антихрист будет с помощью вот этих голограмм показывать на небе приход Христа. То есть, для того, чтобы склонить христиан на свою сторону, он покажет им пришествие Господней. Нет, не покажет. Это обман. Он себя будет показывать, во всем уподобляясь Христу. Христос Вифлеемий, он, то есть, все пророчества о Христе будет говорить, я дева рожденная. На самом деле, седьмого колена блуда. Прабабка-блудницы были. Ничего он не будет показывать. Он только себя будет показывать. Будет какое-то знамение на небе, как будто антихрист в виде Христа. Как будто он Христос. И чтобы приняли его за Бога, он как будто с неба сойдет. Но на связи никакой не будет делать с нашим Христом. Наоборот. Все, что касается нашего Христа, будет опорочено в самой большой степени. Он будет говорить, мы шах, это и есть Христос, помазанный-то. И он будет копировать, все на себе отображать. То есть, говорят, что для буддистов он в виде Будды сойдет. Для мусульман в виде пророка Мохаммеда он там явится. Нет, 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 нет. Никак. Он будет именно такой, как есть. Перенародом являться не будет. Он может в голограмме себя показывать. В протоколах написано перед народом он не будет. Потому что будет покушение. Именно все будет в виде голографии. Да, может и так быть. Но что именно в виде Будды или нет, это неправильно. Вот я и думал об этом. Вот говорят, знаете, как трудно переводить. Вот переводят, я сейчас забыл, где-то северные народы, там калоши называются. И говорят, стерновника не собирают с моквы. С терновника. Но у них, говорит, растет только одно растение терновое, и оно как раз плоды приносит. Ну как перевести-то им? А другое не знает. Ну вот начинает, допустим, китайцам придет хлеб наш насущий, дай нам дней. Так не хлеб, а у них хлеба-то и нет. Говорят, рис поставили вместо этого рис. А которые живут там на островах где-то, у них нету юкола, рыба сушеная там. И они просят хлеб насущный, а они его не видали. Говорят, юколу дай нам. Я считаю, это неправильно. Нужно переводить, как есть. Потому что у нас переводят смоковница, закей полезная смоковница, у нас ее нету. Я спрашиваю, какая она смоковница, как береза или ветла? Нет, не такая. Как осина? Нет. А какая? Дальше я узнаю и все. Нам не надо придумать. У нас винограда не было, я все равно по картинкам узнал. Надо переводить точно, не надо подыгрываться. А то нарисовали Христос. А сейчас тем более все знают. Нет таких, кто не знает, что такое хлеб. Хлеб везде есть. А то главное, Христа нарисовали, что более приемлемо. В кепке так стоит, в виде футболиста. Куда это годится? Китайцы нарисовали узкоглазый там Христос. Сейчас я видел на кресте. Надо рисовать, как есть, какой он есть. И все время подчеркивать богоизбранность, что у него подготовка шла. 5508 лет готовил сосуд Божьей Матери, когда он родился. Надо все как говорить. Я живу в другой среде, другой менталитет, другая культура, но я полностью вошел туда. И мама моя это знала. И все мы знали. В Иерусалиме есть музей, где совсем недавно, ну я не знаю, может быть 10 лет, там 15 нашли, иконы первого века Христа и Богородицы. То есть первого века иконы на камне, они изображены. И вот сейчас эти камни вырубили узкие скалы. и музеи в каком-то держат. То есть первообразы. Но они не похожи, первообразы. Это не художники. На камне это трудно изобразить. Вот это тоже трудно поверить. Но что именно в первом веке это могут... Я говорю это образно. Они же не были, не черными, не узкоглазыми. У них был более европейский такой вид. Но настаивать не надо, что именно такой нос был, такой глаз. На этом не надо, да. Да, но это так. В катакомбах нашли крест изображенный. И видно, перед ним кто-то склонился. Это, говорит, нарисовали язычники, смеясь с крестопоклонниками назвали христиан, над христианами. Ну, значит, оно было уже, христиане? Раз карикатура уже была. Надо разумно, конечно, на все смотреть. Не гоняться за чудесами. Вот я здесь, там, не ходите, не гоняйтесь. Явится Христос с неба. Мы ждем не антихриста, а Христа. А он будет пытать. Нельзя будет есть. Но все равно конец придет. Ну, даже я, месяц проживу без еды, но все равно я умру. Вот живого святого эстратия, когда их там в плену были, ну, а зачем они? Их продавали евреям. А евреи деньги имеют, их покупали. А для чего? Чтобы дома их мучить, терзать и убивать. Так евреи добиваются, чтобы это житие убрали из жития святых. Интересно. Эстратия. А он, монах, был дольше всего на кресте. Он его распял и принуждал к принятию иудейской веры. А он на кресте висел дольше всех. Больше недели, кажется. И пил, и не ел. И понял, что деньги зря потратил. Он его, говорит, пикой зарубил. Проколол. Ну, ладно, я больше это не буду вам мешать. Да чего же, у нас уже 11-й час. Сейчас как раз молиться. Я один. Вова у меня там в лазарете. Ему уходом создали. А он там не заболеет от него? Там, Надеюсь, Василий. Я говорил. Да нет. Вроде бы терпят все. А заболеть-то, знаешь, сейчас везде беремся, в автобусе едешь и к арту поднесешь. Надо промывать носоглотку перекисью водорода и ничем не заболеешь тогда. Грипп, говорит, не придет. От одного водорода заболеешь. Ну, это уже как удастся. Если решиться, говорит, будешь, то примерно 7 дней. А не ли будешь решиться, то только неделю. Ну, а прививки вот сейчас советуют. Вы бы рекомендовали прививки делать? Вот. Прививки никогда. Ни под каким видом. Намертво абсолютно. Любые, да? Любые. Никаких. Я надеюсь на Бога. А вот сейчас чума будет, все равно не буду принимать. Зачем? Они ее прививают, они ее убивают. У меня дочка держится. Два сына. Уже одному три вот будет, другому вот будет. И ни одной прививки не делала. И она держится стойко. Они мозгов их разжиживают. Вот сейчас пишут, какие беды прививают. Да по ошибке или умышленно. Не надо. Но молись на Бога. Святой водой помашь его и все. Семенатич, да причем здесь, понимаете, тут кардинальные различия такие. Вот. Допустим, я беру детей непривитых. Вот вижу, ну, у ее подружки есть дети непривитые. Там дети абсолютно здоровые. Они ничем не болеют. И эти дети, которые привиты, там у них, ну, я не знаю, одно за другим прилипает. Прививки делать, я слышал, сколько. Мать решалась от прививок, и менингитом заболели, еще только нету. У нас никому не делают, все дети здоровые, до единого. Больных вообще никого нету. Ни в деревне, нигде дети, как груздочки. Веселые, ласковые, приезжают. Больных вообще ни тоже не делают, да? Никто. Ну, я как знаю, так, может быть, это тайна, нет, никогда. Мы, например, в школе были, так мы убегали домой, прятались, когда ставили тогда. Тогда строго было, обязательно. А мы спрячемся, и в школу не пойду. А врачи-то уедут, и ничего нету. Люди как-то там, после этого, болеют какое-то время, а у меня еще никогда не болело. Бывает, суслик укусит, да от него там, там, толеремия, заболеешь. Еще никто не заболел. Гальяна плавили, и прям тут на пруду его только, давнешь кишки из него, соль макнешь, иди, у меня пистархозов не было, ничего. Интересно как. Даже не знаем, что-то такое. Ну, видимо, организм крепкий, да? Ну, во славу Божию. Все с Богом, спокойно ночью. Ну, сообщи, напиши, надо или не надо посылать, вам.